коллеги добрый день начинаем передачу акции андрей оникин саяногорска в рамках программы рынок середина дня андрей добрый день как сегодня да конечно как сегодня торгуем все по плану подразумевали супер планировалось все просчитывалось демонстрации конечно видим хорошо видно да да так сразу начну с индекса в общем расскажу все скрины были сделаны на выходной то есть в этих графиках не будет хватать сегодняшнего дня все графики дневные именно сегодняшнего дня не будет хватать все графики это пятничное закрытие последняя свеча то есть сразу же просто обзор индекса очень индекс прошлой неделе было полностью коррекционной проходила коррекция я как и 9 числа и 13 это коррекция то есть в ней смысла большого нет это всего лишь снижение в рамках там 3 процентов оно прошло и пойдет обратно вверх то есть часть имитентов процессе этого снижения покинула конечно лонговые позиции я по ним покажу расскажу но основные фишки на пятницу сохранили свое положение в плане их позиции осталось буду говорить как бы за пятницу то есть сегодняшний день еще как бы не трогать далее таблица распределение имитентов по позициям то есть в этой позиции расположен 39 имитентов которые я анализирую то есть в настоящий момент вот так я вижу наше время часть позиции стоит short это 14 имитентов 25 эмитентов стоит лонг то есть вот такая вот ситуация далее показываю имитенты которые были проданы мной именно в пятницу маленькая доходность сразу будет показано то есть пятницу был закрытый имитент интерал с 27 марта он находился в лонговой позиции прибыль составила 19 половиной процентов то есть в пятницу я закрыл по нему long short по этому имитенту не заходил сам интересно что ушла почему-то диапазон где я заходил в эту позицию здесь была сформирован сформировавшаяся позиция но сожалению сразу на развороте все это было продано и с просадкой минус пять процентов по этой позиции я ее закрыл то есть дальше смотреть шорт поэтому по этой позиции не заходил далее россии просили в принципе закрыл без убытки тоже получилось интересно зашел мне вроде все нормально что в пятницу кожа сорвалась бывают такие моменты когда коррекции по индексу общие то есть особо слабые мультанты они бывают что вылетают из общей толпы и потом болтаются либо в боковике и пытаются в шорт дальше свалиться вот в этих мультантах такая же ситуация произошла система была продана чуть ранее в среду как бы мы недельное у нас общение поэтому я ее как бы не озвучивал но в течение недели еще была продана система то есть 3 7 процента показала эта позиция что тоже не заходил потому что и и начала выносить сразу на лон в пятницу и сразу в принципе подразумевалось поэтому что ты не открывал за всеми позициями закрытыми буду смотреть при возможности если подтверждаться лонги буду далее далее заходить так еще у меня теперь расскажу о позициях которые на пятницу были у меня на бумаге в плане того что они возможно были проданы в понедельник то есть на сегодня то есть говорю вот этот взгляд это взгляд мой на пятницу 8 ммк то есть я даже не говорю что как сегодня будут все имитенты посмотрим потом уже эти ммк то есть тоже на пятницу были у меня по ней сомнения то есть пятницу не закрывал он сегодня акция себя там хорошо идет я закрывать лонг не буду но мысли что возможно там тоже идет обратная продажа такие моменты я называю обратными продажами когда диапазон который в котором я заходил его идет обратная продажа прямо в моменте то есть даже без выхода вверх то есть для меня это называется обратная продажа пока не закрыла гмк норникель вот как я интересная держу то есть по таблице потом можно будет посмотреть я в принципе за по ним минусует погонка но я ее держу потому что этот уровень 975 для меня он очень интересен я вот это все падение недельное тоже просит тел акцию не закрывал по ней сигналов не было пятница меня обрадовала то есть я думаю что акцию пока закрывать тоже не буду посмотрю думаю что они тоже есть они тоже когда они наблюдают на примете металлурги получается ситуация в пятницу по закрывались энергетику сейчас у меня на листе металлурги на предметах мы за ними наблюдаем русал рд такая тоже эмитент должен был у нас а нормально отпаду я его подбирал здесь на 360 бедра тоже практически пошла обратная продажа мы тоже сейчас за эмитентом наблюдая тоже есть возможность продажи посмотреть потому что общий позитивоваться дали может быть вверх потому что он 340 прямо триста 40 отталкиваться поднимать еще тоже по нему буду смотреть лукойла упаяла ч уже 2 600 уровень был интересный с него подбирали я тоже заходил опять коррекционная неделя от 266 отталкиваемся Держу его, прямо в просадке сижу по нему, в принципе, но держу, думаю, что тоже есть в нем еще потенциал. Здесь нигде не шахтил, ничего не закрывал. То есть, мы сижу тоже позицию лонговую. Вот такие вот вещи. Ну, у нас нефтегазовый сектор, так что он маленький, как бы, почему-то здесь оказался, и, кстати, его не узнал. Так, теперь рассмотрим то, что можно было бы впоследствии, то есть, на этой неделе, если неделя продолжит свой продуктив, то можно было бы нам купить. ВТБ. Вот это график ВТБ. То есть, вижу два диапазона, где покупатели, возможно, подбирали эту акцию. То есть, на 0.62, то есть, буду рассматривать покупку этой акции. Мне вот она интересна, в плане того, что он здесь ее хорошо подбирает. Вообще, вот этот уровень 0.06, то есть, как бы, мне он сразу понравился, то есть, думаю, что, потому что цифра круглая, здесь, думаю, подбирать его будут. Ну, буду смотреть. ВТБ у меня на листе, на предмет покупок на эту неделю. Далее, АвтоВАЗ. Кстати, АвтоВАЗ только что заглядывал, там он идет вверх. По нему ситуация у меня на пятницу была вот такая. То есть, тоже здесь 3.2. Зона покупок хорошая шла. Даже по дням видно, что по случаям, что хорошо отталкивались от этого. Здесь вот ранее сформировали какой-то покупательский диапазон, и далее от него отталкивались. То есть, от 3.4 буду рассматривать покупку по АвтоВАЗу. Посмотрим, может, наши автомобили, вот эти строители, российские, может, что-то покажут. То есть, Солерс там в лонг выдержал, в лонг у меня зашел. По АвтоВАЗу вот такая вот ситуация, возможно, от 3.4 буду его тоже подбирать. Далее АКРОН. АКРОН тоже зеленого обозначена зона вероятных покупок. То есть, здесь стрелочка, я не помню, здесь какой уровень, 2.380, скорее всего. 2.380 тоже будем его подбирать, то есть, тоже на него будем смотреть. Ну, надо будет смотреть, смотрите, эмитенты, как они устают, нет, до коррекции еще, до второй. То есть, возможно, возможность такая есть, что эмитенты готовятся к выходу в лонг, но они вовремя не выходят в лонг. И начинается коррекция по рынку, и их опять забивают в шоу. То есть, надо тоже быть аккуратным. И вот, как бы, ну, то, что они запаздывают, как бы, не очень у них хорошо. Так, вот, что я написал, какие мысли. В настоящий момент на утро понедельника индекс МВБ сохраняет положительную динамику. Основные фишки – лонг. На контроле, на продажу смотрим русалок ДР, МДМ, ММК, ГМК Нор и Нитр. То есть, как я и говорил, на покупку рассматриваем ВТБ, АКРОН, АвтоВАЗ, АП. Внешний фон, как я его вижу. Нефть сохраняет лонг, диапазон возможной коррекции мест, вижу в районе 57,5, 58. 57,5, 58. Для меня вот эта цифра, то есть, среднесрочная. То есть, я вижу, у меня коррекция. То есть, еще раз повторюсь, вот этот вид на нефть, то есть, я ее смотрю при условии, что если бы я сам нефть утраковал, если бы я сидел в лонгу от 51 до 52. То есть, вот такая ситуация. То есть, внутри дня, вот этот взгляд рассматривать не стоит. По рублю. То есть, рассматриваем пару рубль. То есть, есть разница, сколько в районе 54-55, в этом диапазоне смотреть поведение цены. По сути, идет продолжение укрепления рубля. Ну, как бы сегодняшний день, я согласен, то есть, сильно большой коррекции не произошло. За что здесь, возможно, надо будет смотреть. Ну, я говорю, для меня вот этот уровень все 4-65, будем, как бы, на него отбираться. Ну, я вообще на внешний фонд сильно не смотрю. Это как бы так вот, чтобы быть в курсе, что вообще происходит. Вот, табличка эмитентов, про которую мы говорили. Да, это самое интересное. То есть, мы продолжаем ввести. То есть, я больше всего ничего не добавлял. Конечно, можно было бы все эмитенты загнать. Ну, раз мы уж на ней остановились, больше ничего не добавляем. То есть, МТС в моменте. То есть, все цифры, которые здесь забиты. Вот это плюс-минус, то есть, доходность. Это все, я буквально там 20 минут, там, назад списывал 30. То есть, может быть, где-то меньше, где-то больше. То есть, как бы, не сильно не судить. Ну, в моменте. В моменте. Да, в моменте 9% в плюсе идем. То есть, можно сказать, что не прошло еще и месяц, а у нас вот такая доходность по МТС. Статнефть в моменте 7% с лишним в плюсе. Ну, Лукойл, я вот объяснял, вот эта вот коррекционная неделя. Доходность подубила. Но я думаю, все еще впереди по Лукойлу. И мы еще там видим доходность. Минус 2,3%. То есть, минус 7, я по этой позиции. Газпромнефть тоже. Газпромнефть держу. Вижу, мне потенциал. Не выходил из меня принципиально. Просто смотрю, думаю, пойдет она вверх, в любом случае. И пока держу ее. Меня эта позиция не отягощает. Как бы нормально. Мосбиржа. В моменте 11% плюсом процентов. То есть, думаю, даже больше будет. Тоже хорошо акция пошла. Отстоялась. Правда, ждал ее долго. Но, говоря по себе, знать. Сбербанк. В моменте 9,5% плюсом. То есть, тоже месяца еще мы не держим бумагу. Доходность практически 10%. Магнит. Магнит тоже сходил хорошо. Вход был на нем тоже очень хороший. 11,25% плюсом. То есть, у нем с этим магнитом. Думаю, магнит еще идет выше. Я по нему какую-то статистику читал. Новостной фонд по нему хороший. Магнит себя хорошо идет. Сбербанк. Тегаз в моменте, ну, 6% плюсом. Ну, такая вот статистика пока. Смотрим дальше эмитенты. Из этих эмитентов не выходил. Я с ним. Ну, такая вот статистика. Спасибо, Андрей. Появились вопросы у коллег. Значит, ну, табличка мне очень нравится. Поэтому, как бы, очень хорошие показатели. Лонговая стратегия по данным инструментам, конечно, себя оправдывает. Вопросы такие. Человек спрашивает, кто спикер? Частный, корпоративный трейдер? Какой опыт торговли? Ну, частный трейдер, это можно сразу сказать. Какой опыт торговли? Год, по-моему, или два, да, Андрей? Как звучит у вас? Историю моего раскума, я уже рассказывал. То есть, вообще, рынком занимаюсь три года. Два года было теоретических подготовок, теоретические знания на реальных деньгах. Я работаю еще даже не в календарном углу. То есть, летом будет, вот, где-то в июле, я, по-моему, завел на реальный счет. То есть, на реальных деньгах работаю год. Работаю среди срок. Два года чисто был подготовок. Были кое-какие счета. То есть, я заводил счета, так и тестовал. Ну, попробовал просто стратегию. Ну, понятно. Такая вот ситуация. Хорошо. Человек же спрашивает, какой профит-фактор торговли спикера за последний год? Ну, я говорю, еще нету календарного года, но мы разговаривали, еще вчера и до этого разговаривали. То есть, я опираюсь на базовую доходность по среднему сроку, по своему, где-то примерно 10% в месяц. Ну, с такой планом у меня стоит, вот, 10% в месяц. Больше, конечно, лучше, не откажемся, но вот по таблице показываю, как вот я примерно работаю, то есть, примерно там средняя доходность, там где-то сейчас и получается. То есть, маленькая неделя предыдущая прокрасила, я думаю, даже было бы больше. Посмотрим еще, календарный месяц считается с 15-го, там по 15-го, в неделю я сижу, будет уже видно. Я думаю, 10% в месяц тоже получится. Ясненько, спасибо. Желанный гость спрашивает, Андрей, вы как среднесрочник, скажите, сколько времени в день уделяете трейдингу и какая средняя годовая доходность в процентах? Думаю, на будущее стоит переходить на… Он думает, на будущее стоит переходить на средний срок или нет? По доходности ответили в будущих вопросах, я думаю, там все понятно. Сколько времени? Времени на анализ полностью в своих каких-то 39-ми темах тоже уже повторяюсь на первый раз. То есть, трачу 3 часа. 3 часа я трачу на анализ рынка. Если в среде у меня еще есть какой-то блок, на смарт-лабе постоянно публикуюсь, либо здесь выступаю, то есть, это порядка 4 часов в день я трачу на прейдинг. В процессе дня, то есть, у меня идет… Если какие-то сделки совершаю, я либо в начале дня послушаю, либо в конце дня. То есть, в течение дня я могу вообще монитор не смотреть, я могу заниматься всеми своими делами. То есть, подготовка чисто вот в начале дня. Ну, мне очень удобно. У меня часовой поезд такой, что плюс 4 часа, поэтому у меня торговля, рынок открывается для меня в 2 часа дня. То есть, у меня с утра и до обеда. Там очень много времени, и за это время можно подготовиться. То есть, это уже очень удобно. Ну, только что торги заканчиваются в 1 час. Ну, так. Ну, понятно. Ну, заканчивается торговая методика, суть подхода. Очень много про это говорили. Не-не, давайте пока не будем отвечать. Здесь мы обсуждали, что это технический анализ, фундаментальная, интуитивная торговля. Это, так сказать, у каждого трейдера оригинальный. Мы просто очень долго будем это объяснять сейчас. Дальше. Дельная передача. Дельная передача. Это точно, да. Так и надо это сделать будет. Ну, просто когда Андрей будет готов там показать свои таблицы, по которым он оценивает эмитента, мы будем рады. Но это пока коммерческая тайна. И это правильно. А какой профит... Да, сори, сори. 10% в месяц при 4 часах работы – это хороший результат. Ну да, вполне так. Не забывайте, Андрей же еще и работает на обычной работе как бы. То есть тоже там хлопот полонарод. То есть это все, все хватает сил и нервов, куда потратить. То есть средний срок, и если кто-то там интересуется средним сроком, могу сразу сказать как бы своего опыта, что средний срок – это очень удобный опыт. То есть это очень удобная стратегия именно средним сроком заниматься. У вас будет всегда и время, время дополнительное. то есть нужно вообще и работать надо на основной работе, то есть тренингами заниматься как хобби, то есть как хотите, можете. Пускай это будет ваш основной. Если вас, что это ваш основной будет доход, то есть вообще у вас время не будет еще много. Ну, очень удобно сидеть с нейтропом. Я внутри дня даже как бы не планирую заниматься. Очень эмоционально, очень просто. То есть заходишь в позицию, сидишь в неделю, то есть все вот эти позиции, которые мы сейчас обсуждаем, весь вот этот вот, все вот это движения на индексе, то есть мы уже рассматриваем, то есть вчера, с конца марта, то есть начало апреля, вот мы полмесяца уже, вот мы уже придем, рассматриваем. Поэтому, как бы, попробуйте сильный сроком. К тому же, вам можно принимать решение в любое для вас удобное время, не надо сидеть и вас такие минуты там не дают. Очень удобно. Можно вести большое количество имитентов. Ну, я беру очень удобно. Не очень рекламировано. Таблица Excel, Matan, я ничего в этом вообще абсолютно не понимаю. Что за таблицы? Что за люди? Что за таблицы? Я не знаю. Нет, вообще знаю. Да, да, нет, у вас своя таблица, как бы, своя система прогноза, поэтому я просто ее назвал, как мы ее назвали под таблицей. Не имеется в виду какие-то, так сказать, а... Нет, нет, здесь человек просто спрашивает, а... Я понимаю. Шарп, Марковец. Это известный, да, Matanalyz или Шарп, Марковец, понятно. Ну, просто нет, нет, в данном случае речь идет о самостоятельно разработанных методиках оценки и принятия решений. Ясненько. Ну что, коллеги, есть еще вопросы к Андрею? Пока нет, тогда в рабочем порядке. Андрей, спасибо большое. Удачи вам сегодня в торгах. Так что будем надеяться, что рубль действительно у нас поддержится. Ну, хотя 54-55 вы ему, так сказать, отводите, некоторое снижение. Это его граница, где, возможно, он будет длиться, где там, где, возможно, будет какая-то борьба. Если он до нее не дойдет, то есть пока как бы сильно бояться не нужно, потому что доллар будет. Ну, даже такого... В общем, я говорю, что здесь пока... Я пока сильно ничего никаких не вижу, ни резких изменений, потому что это свеча пятничная, но ничего она не значит абсолютно. По нефти так же. То есть, как бы, вся ситуация остается в той же паре, где у меня просто индексы, их рассматриваю и так далее. То есть, какие-то будут изменения, будут рассказывать, говорить. Кстати, там встречаемся просто редко. Мне огласил по Аэрофлоту, хорошая сделка была. То есть, там тоже, он буквально в пятницу сходил 8% по Аэрофлоту. Тоже ранее в него заходил, я не помню, пол-1 апреля был вход, что ли, по Аэрофлоту. Тоже хорошая бумага. Посмотреть, времени будет побольше. Может быть, как мы сделаем почаще какие-то анализы. Потому что бывает, что в процессе недели какие-то открываются входа. Ну, а мы как-то поспорку не добавим. Андрей, ну, если появляется какая-то торговая идея, вы вообще можете в любой момент зайти в эфир и ее озвучить. Как бы это совершенно ни в коем случае. Мы на вас поздравляем и приветствуем. Ясненько. Спасибо большое, Андрей. Удачи. Не за что. До свидания.